архив исправителей ничего не говорят ты тогда их прервал так кодекс народ во первых народ бха джет джет была историком исправителей она провела большую часть своей взрослой жизни за сбором данных о миазме и разработкой новых способов управления ею и ее усмирение она приняла участие в постройке стены миазмы шрам последние дни войны исправителей после ее смерти сестры джет частично запечатлели ее сущность в диске души чтобы учение джет продолжала жить после ее смерти а после ее смерти сестры джет а сестры наверно то есть после ее смерти , сестры джет частично запечатлели Так, то есть жет мертва. Пхаджет. Архив. Ничего-то там нет. Архив исправителей. За стенами азмы укрыта крупная напоминающая церковь зданий с небольшим скоплением домов вокруг. Возможно, здесь живет Пха Махди. Закровищ 0 из 0. Так, еще в кодексе про локации. Архив исправителей. Изначально их очень заботила их загробная жизнь. Они строили памятники покойникам, которые зачем-то соревновались между собой по степени важности за счет числа статуи и колонн на крохотном клочке земли по ценам, которые бы заставили даже заядного игрока покраснеть. Часовня Святой Софии была местом для тех, кто искал ответы, и чаще всего они касались загробной жизни. Печальная реальность состояла в том, что попасть в загробную жизнь для большинства было слишком дорого. Слишком дорого. Как это было. Есть у меня ощущение, что Пха Махди здесь нет. Она здесь. Я помню, что она говорила мне слово в слово. Когда научишься пользоваться перчаткой, найди меня за гигантской стеной. Там я расскажу тебе, кто-то на самом деле и кем ты должен стать. Обещай мне. Именно так. Мы найдем ее, братишка. Попробуем. Но явно она прямо здесь не будет. Так. Опять полиция. Пластик. Как там проход? Какой-то портал или что-то там есть. Это проход вниз, да? Вроде как. Я слышал истории о них. Я слышал истории о них. Могут поражать цели в космосе. Даже так. Так, а там какой-то выход. Куда там может быть выход? Неизвестно. Внизу вряд ли мы попадем. Может какая-то локация еще откроется. Пока нам неизвестная. Так, ладно. Мы вниз прыгать здесь не будем. Мы пойдем по той стороне. Там какой-то интересный круг. Тем более лестница есть. Я уже видел эти развалины. Тут ощущается энергия. А, и все. Как-то не густо. Значит, спускаемся вниз. Так, это никому не сломать. Видимо, через дом надо идти. Видишь, что тут церковь? Там горит свет. Мама должна быть там. Настал момент, ради которого мы проливали кровь. Да, нет. Там ее не будет по-любому. Слишком рано. Даже если я пойду в долинной глубокой тени без продолжения. Так, отсюда мы спустились. Так, может еще в склепы можно заходить какие-то. По-любому какой-нибудь один будет открытый. Эти надгробия старые. Могила исправителей. Старше. Это изначальные. Цеплянная бутылка. Так, ну, может что-то здесь будет. Что-то, может, не будет. Пока в целом здесь ничего нет. Так, а этот путь куда-то дальше. А, здесь опять запечатано. Опять стена миазма. Нам что, придется начать все сначала? Так, ну, по всей видимости, да. Только здесь же, наверное, втроем. Так, сначала в эту сторону сходим. Супер-мидипот. Так, понятно, там робот. Гараж. Ну, какие-то герои появились. А, Бхамахди. Легендарная ведьма-воительница Бхамахди, которая контролировала неуправляемую миазму с помощью своей загадочной перчатки, пока жестокая первая семья не выследила и не исцребила ее народ. Теперь Бхамахди, став отшельницей, прячется за непроницаемой стеной миазмы. Непроницаемой, через которую мы уже прошли. Ее задача по-прежнему ясна – свергнуть первую семью и вернуть свободу Новой Америке. Ключ к решению этой задачи – ее сын Элвис. Если он сумеет найти ее за стеной, значит, он готов исполнить свое тайное предназначение. Сильная, завораживающая, хладнокровная Бхамахди полна решимости сделать из Элвиса воина, но не замечает одного – ему нужна любовь к матери. Так, ну если он ключ, может, он вообще состоит весь из этой, какой-то, не знаю, миазмы, либо то, из чего они делают эти перчатки с какой-то энергией, то есть он как бы крайняя вот эта вот часть энергии, которая может… Хотя, в принципе, им же надо просто убить первую эту семью. С другой стороны, им, наверное, полностью надо миазму как-то укоренить. Ну ладно, потом узнаем. Гараж. Гарри, сегодня мы улетаем, и, возможно, еще долго не вернемся. На случай, если ты откажешься здесь, а, окажешься здесь и найдешь эту записку, я оставил для тебя кое-что полезное в гараже. Ищи на стеллаже, а код тебе подскажут отметки на кодовом замке. Передавай привет ребятам из клуба моделей автомобилей. Твой друг – Джефф. Так, отметки, стеллаж. Кнопочная панель. Один, два, три. Зеленая машинка, красная сзади, зеленая слева. Синяя справа. Зеленый микроавтобус кует. Так, синий, красный, зеленый. Синий, красный, зеленый. Там оружие какое-то будет. Так, к этому чуть попозже подойдем. Я помню синий. А где гараж? А, на стеллаже. А где стеллаж? А, вот стеллаж. Так, синий. Как мне это должно подсказать? Я не вижу сколько там книг. А, это может быть… А, все, это типа как 1, 2, 3, 4, 5. Все понятно. То есть у нас получается кнопка 6, 2, 7. 6, 2, 7. И вон там количество сколько. Так, 6. Может 8. Может сверху стоит. Здесь 8, 1 получается. Ну да. Я прочитал, что сверху 1, 2, 3, 4, 5. Так, хорошо. Пластик еще оставил. Самое главное – оружие. Снайперская винтовка PR-7. Уровень 2. Урон 70. Крит урон 110. Дальность 18. Бит, пропаса 1. При крит, призываться крита на расстоянии близкому к максимальному. Так, после украшения это было. Частные военные компании были. Чтобы сжистить своих нанимателей от грабителей. Да, это мы все читали. Мы просто читали про первый уровень. Так, ну не знаю, надо ли она кому-нибудь. Как бы даже нам она в принципе не очень-то нужна. Мы, конечно, ее оставим, но потом. Пока она не очень нужна. Есть дробовик, пускай лучше будет. Но вот этому в принципе, может быть, и можно заменить. Сейчас может далеко стрелять. В принципе, нам это… Не, пока нам это не надо. Так, идем к роботу. Еще один древний робот. Может, я смогу его разбудить? Все просыпаются. И вот я им говорю. Я думал, у нас здесь похороны, а не вечеринка. Назови свое назначение. Секстон Питвелл. Базовый могильщик. Я ничего не вижу, парень. Где я? Кто, как, когда я? Ты здесь, в будущем. Эх, хреново. В будущем. Это ты меня огорчил. Послушай, скажи начальнице, что я не могу копать могилу, если она не заменит мне глаза. Боюсь, она умерла, старичок. Твоя работа закончена. Хорошо, это радует. А хотите повеселиться? История. Получен доступ к истории. Какими были твои последние действия? Я копал могилу мистера Моррисона. Он подрался с газонокосилкой. Газонокосилка победила. Он был исправителем. Нет, нет, он не от рака умер. Его убила та чертова газонокосилка. Не от рака. Хотите узнать побольше об Эдезе, да? Ждете небольшого циркового представления про то, какие у меня замечательные создатели? Забудьте. Они для меня закупили глаза полуценки из Сингапура. И ни черта не вижу. Ни черта не вижу. Ни черта не вижу. Покойтесь с миром, старичок. Так, вниз мы спрыгнуть не можем. Собственно, сюда мы пришли только за оружием. Наверх мы не попадем. Туда мы не пройдем. Там что-то пропустили. Когда так получилось. Наверное, Джейд обронил. Мы-то вроде все собирали. Так, там кто-то спал. Значит, кто-то здесь вообще бородил. Когда-то. Пластик, пластик. Полиция. Все обрушено. Так, еще одно надгробие. Здесь лежит Кенни Пауэрс. Он вышел в аут. А то наверху мы еще не были. Здесь ничего не подсвечено. Но все же, вдруг надо именно залезть. Подойти поближе. Нет, значит здесь потом будет какой-то, видимо, бой. И мы можем сверху получить преимущество. Просто так ставить надо. Вряд ли бы стали. Лестница. Фаро идет по дороге в рай. Она была настоящей куколой. Странно. Может это подсказки какие-то на потом? Может активировать что-то? Давайте спрятаться. Так, это что такое? Это висячая миазма. Это мусор спрессованный. Так, залезаем в церковь. Здесь более-менее уютненько. Свечи горят, значит кто-то их зажигает. Значит кто-то здесь будет все-таки. Кто ты? Мама? Это я, Эллис. Кто ты? Я, я твой сын. Посмотри на меня. Кто? Кто ты? Я не знаю. Не знаю. Хорошо. Разум, который не знает, открыт ко всему. Правило номер семь. Всегда держи. Разум открыт. Прошли годы, Эллис. Дикс вырастил тебя сильно. Хорошо. Ты научился управлять перчаткой? Да, мама, я... Ты прорвался сквозь стену. Да, хотя мне помогли. Правило номер девять. Просящий о помощи. Так же храбр, как тот, кто оказывает ее. Ха, Эллис. Спасибо. Спасибо тебе. Ты готов. Привет, Махамарди. Я Джейд. Я... Это я ему помогла. Послушайте, мне позарис нужна ваша помощь. Только если Эллис сможет нас спасти. Я должна тебе кое-что показать. Мама, той ночью, когда ты ушла, ты помнишь? Словно... Словно это было вчера. Ты сказала, найдите меня за гигантской стеной. Там я расскажу тебе, кто ты на самом деле и кем ты должен стать. Мама, а кто я? Я не могу сказать тебе. Пока только показать. Тогда ты поверишь. Ты должен поверить. Сюда. Переготовимся к пути, который нас ждет. Наш путь пройден, но мы сделали то, что ты сказала, мама. Он все время называет меня мамой. Что? Ладно, я скажу ему. Только заткнись. Ты говоришь с Господом? Нет, с Миязмой. Она говорит со мной. Постоянно. Миязмой говорит, что я должна рассказать тебе правду. Так расскажи же. Я не твоя мать. Не надо, мама. Хватит проверок. Посмотри на себя, а затем на меня. Я что, похожа на твою мать? Ты всегда была похожа на мою мать. Элвис, держи под контролем свое... Проклятый двадик. Что ты сделала с нашей мамой? Дикс, я тебя собрала. Я... Тебя сломать? Отличная мысль. Солнышко. Чертополох. Индиго. Элвис, нет. Хватит. Ты ничего ему не покажешь, если он умрет. Говори со мной. Хорошо. Элвис, элвис, очнись. Элвис, 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 элвис. Ты как? Я не знаю, как я... Кто я? Мы выясним это вместе. Я поговорил с Бхамагди. Думаю, тебе тоже стоит. Нож нет. Я буду рядом. Ну же. Так, на той стороне. 10 тысяч дали. Хорошо. Воссоединение с Бхамагди оказалось совсем нерадостным. Она изъяснялась загадками. Сообщила, что на самом деле вовсе нам не мать. Да еще и вырубила нас. Вопросов стало лишь больше. Так, потратить надо. А, это еще теперь нет. Оружие-то отдайте его. Оружие у него осталось. Ладно, дикс, потом к нам вернется. Так, наверное, здесь, а джейд от нас не идет. Потому что я не очень люблю, когда вдруг так дают спутник, а потом спутник уходит на совсем из игры. То есть, либо... Ну, не умирает, а в основном бы обычно просто уходит. И все, и оружие, и все броню, все с собой забирается. И это грустно. Так, что мы можем прокачать? В принципе, здесь ничего. Оставляем так же. Так, а здесь... Здесь тоже мы ничего не сможем прокачать. Ну и ладно. А, кто ты? Задание начато. Вослине СБХ это то же самое. Поговорите СБХ Махди. Е-Глаз. Архив исправителей. Уровень 00. Наград нет. А где дикс? Так, изучить. Мама знала фразу, которая его можно отключить. Вырубила его мигом. Маш сказал, что не мама. Хватит. Последняя надежда. Эксперименты первой семьи над исправителями, похоже, принесли горькие плоды. До нас дошли слухи, что они пытаются воссоздать прошлое. Создать ребенка, генетически настроенного на миазму. Нужно немедленно сообщить БХ Махди. Так, эксперименты первой семьи над исправителями. Горькие плоды. Видимо, мы и есть тот ребенок. Создать ребенка, генетически настроенного на миазму. Вообще, мы созданы из миазма. Может, как-то так? Башня, архив. Древняя технология, но еще работает. Тонна данных. Что исправителя здесь хранит? Мудрость. Возможно, всю мудрость мира. Пытки исправителей. Во время войны новость расходится быстро. Мы слышали, что исправители удерживают на одном из секретных объектов семьи. Они изучают наших друзей, пытают их. Семья жаждет узнать наш секрет. Секрет, которого мы и сами до конца не понимаем. Как они могут использовать перчатку? И как, так сказать, тебе пока не пойдем? Опять вырубят. Так, надо по-любому какие-то телепорты будут у нас. Терминал. Проповедь у гробницы. 06-А1. Проповедь об Орденах 15-Б-2-Б-1. Проповедь об Истине 45-А-Си. Первое. Получен доступ. Мы собрались здесь сегодня не случайно. Наши перчатки говорят друг с другом. Должно быть, это благородные перчатки, ибо они привели нас сюда, на могилу Исправителя Альфа. Он достиг высшего пробуждения, укоротил миазму и бросил вызов первой семье. Я чувствую его частоты через землю. А вы? Так, ну это проповедь. Так, об Орденах. Шли годы, Исправители обучали новых Исправителей. Вскоре возникло три разных Ордена. Вот три Ордена Исправителей. Дэнс Восточного Побережья. Механические воители в серебряных доспехах. Бахаас Юга. Племя воинственных ведьм, настроенных на волну разъяренной Матери Миязмы. Пек из западных пустынь, запыленные, одетые в кожу байкеры-волшебники. Так, поэтому они все бэха. Пробовать об истине. Посмотрите вокруг себя. Мы живем на руинах изначальных. Они создали Америку по своему подобию. Но разделяли одно фатальное убеждение, которое уничтожило их всех. Изначальный грех. Изначально не верили, что пришли в этот мир с запятнанной душой, со следами зла. Лишь сбежав от себя, найдя убежище снаружи. Могли они стереть эти следы и стать хорошими? Обдумай эту альтернативную мысль, также известную как истина. У тебя уже есть то, что ты ищешь. Ты достиг высшего пробуждения. Ты создатель всего. Ты никогда ни единого раза не реагировал на свой мир. Ты лишь создавал его секунда за секундой. Это истина всегда в разуме исправителя. Так, хороший терминал. Последняя крепость. Мы прячемся здесь и ждем. Ждем, пока разъяренная мязма поглотит мир. Ждем, пока первая семья не найдет способ пробраться в наше убежище. Это последняя крепость исправителей. И мы надломлены. Мы медленно сходим с ума. Нужно что-то делать. Но мы лишь сидим, ждем. Сидим здесь и ждем. Так, а теперь же к нам первая семья сейчас придет. По сути. Мы же стену прорвали. А они по-любому об этом узнают. Они, наверное, уже знают. Мегазаряд. Генератор. Повышает энергоемкость на 25 киловатт. Благодаря сниженным требованиям к безопасности, одобренным после избрания генетически модифицированной курицы премьер-министром курицы, ученые Брекзитовых островов могли изобретать сомнительные технологии без оглядки на утомительные бюрократические процедуры. Это устройство превращает тело пользователя в аккумулятор, превращая такие жидкости, как кровь, вода и масло, в электролиты. Так, ну это хорошо, наверное, было бы дать и ей, потому что ей-то по-другому не добавить. Хотя, в принципе, у нее здесь на 95. А что мы можем сделать в другом? В принципе, здесь больше ничего и не нужно. Дальность не нужна. Плохо, что генераторов только два всего лишь. Костюмов у нас еще нет. Но они по-любому должны давать броню. Ну, может, какие-то еще бонусы, как раз в виде киловатт. Либо здоровье. Так, хорошо. Осталось пробежать здесь. То есть, баха — это все ведьмы, воительницы. Это растет у нее. Я готовлю суп. Хочешь? Я хочу получить ответы. Мы прошли через девять кругов ада, чтобы добраться до тебя, женщина. Выдвинусь. Куда? Слишком рано. Кто ты? Я ведьма воительница Баха Махди, последняя из исправителей. Первая семья охотилась на исправителей и убивала их. Всех до единого. Чего? Семья хочет контролировать миазму. Мы отказались их учить. И посмотри, к чему это нас привело. Я прячусь здесь. Невидимая. Одна. Жду тебя. Почему ты оставила меня? Элвис, поверь мне. Я хотела остаться в Застой Тауне и продолжить тебя в грядущем. Но первая семья выслеживала нас, охотилась на нас. Со мной ты никогда не был бы в безопасности, поэтому я сбежала в храм с правителем. Создала гигантскую стену, чтобы никто не мог сквозь нее пройти, и надеялась, что однажды ты ее сломаешь. Ты создала стену как испытание? В некотором роде. Я знала, что если ты научишься пользоваться перчаткой и сможешь прорваться сквозь нее, то будешь готов к тому, что я должна тебе показать. У нее, кстати, перчатка вот здесь видно, у нее синяя. У нас уже оранжевая. А у нее, по идее, слишком мало энергии. Как она создала тогда стену. Кто я такой? Если бы я сказала тебе, ты бы мне не поверил. Я должна тебе показать. Ответ лежит за испытательным полигоном. Я могу отвезти туда тебя и твоих друзей. Почему я должен тебе верить? Ты не должен. Ты сам творить свои судьбы. Тебе решать. Я вырастила тебя, потому что знала, кто ты и кем ты должен стать. Завязывай с этим дерьмом. Я механик из жалкого городишки. Никто. О, Эллис, нет, нет. Ты разве не заметил, в скольких битвах победил, чтобы попасть сюда? Это не удача. Это судьба. Так она сказала, что хочешь, где тут? Вот. Ты сам творит свои судьбы. Тебе решать. Все, могу спокойно нажать сейчас Alt F4. И все. Ладно, выдвинулся. Ха. Хм. Я бы хотел спросить, чьё-нибудь ещё мнение может моей настоящей матери? Где она? Позволь мне отвезти тебя за испытательный полигон. Ты получишь ответы на все вопросы. Ладно, покажи мне то, что должна мне показать. Включи Дикса. Затем возвращайся к храму исправителей. И я встречу тебя там. Я встречу тебя. А почему ты сразу включил? Разбудить Дикса. Так, здесь больше ничего нет. Так, а здесь что-нибудь поменялось? Нет. Только попробуй трон с моего брата и... Ой, утечка мозгов. Дик, всё хорошо. Мама, то есть Бхама, где собирается показать, какого чёрта вообще происходит? Так она твоя мама или нет? Нет. А мне она мама? Дикс, ты робот. Ты так говоришь, как будто это что-то плохое. Может, кстати, она твоя мама, если она тебя создала. Бхама, где говорит, что хочет нам показать то, что ответит на наши вопросы. Пора узнать правду. Кто она? И кто такой Элвис? Встретится в храме. Опыт 20 тысяч. Где храм? Где-то там. Здесь мы всё обошли. Значит, она не наша мама? Нет. И никогда её и не была. Но ты же по-прежнему Элвис, да? Да, Дикс. Я по-прежнему Элвис. Так, 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 так. А, в храм исправителей. Так, ну ладно, они договорили. Перемещаемся так. Испытание встретиться в храме. Там её избить не должно. Это, наверное, выносит тебе мозг. Мне так жаль. Она должна мне всё рассказать. Просто должна. Сейчас, в последний момент, её убивают. Она говорит, ты, сын. И всё. Как обычно в фильмах делают. Так, изучите. Добро пожаловать. За этими воротами испытательный полигон. Что, собственно, такое эти испытательные полигоны? Место, где исправители испытывали разум и смелость в противостоянии со своими глубочайшими страхами. А можно как-нибудь обойтись без грубочайших страхов? Глубочайших страхов. К просвещению нет коротких путей. Встретиться на испытательном полигоне. Ваше испытание начинается. Крадитесь, как волки. Так, а это кто? Пахамахди? Там другая. В смысле, крадитесь, тут никого нет. Продолжение следует...